Сегодня на подкасте у нас будет в интервью Киана Ривз и также новость от разработчиков Киберпан 2077. Ну, после просмотра этого интервью я буду в виде суфлёра. Итак, погнали. Киберпан 2077, призрачная свобода, интервью с Кианом Ривзом, расширенная презентация, Xbox Game Fest. Это у нас было вот-вот на днях. Но это такой вот отрывочек у нас выложили на Киберпан 2077 от CD Projekt на официальном канале YouTube. Поехали. Посмотрим, что нам Киану Ривз расскажет. Продолжаем рассказывать о новой игре CD Projekt Rekt, в которой нас ждут новые приключения Ви и Джонни. Сегодня у нас в гостях человек, подаривший внешность и голос Джонни Сильверхенду, и это сам Киану Ривз. Привет! Спасибо, что позвали, я рад встрече. Взаимно-призрачная свобода познакомит нас с абсолютно новым районом Найт-Сити. Это песик город, здесь царит разруха. А власть принадлежит боевикам. Но вы о нем наверняка знаете больше, чем я. Как бы вы описали этот игрокам? У Найт-Сити есть несколько слоев. И на мой взгляд, песик город один из самых мрачных слоев. Это антиутопия с гнетущей атмосферой. Обстановка может накалиться в любую секунду, и тогда... Слушайте, а выражаться можно? Да. Песим в городе наступит песец. Ох, хороший слоган. Ага, надеюсь, что игрокам будет интересно побывать в этом месте. Получается, в преступном мире есть еще более преступный мир? Вот точно, ведь это Найт-Сити, верно? Ага. Да, это слегка пугает, но в хорошем смысле. Конечно, в хорошем. Нас ведь всех тянет к такому. Как мотыльков, летящих на огонь. А тушить его предстоит Ви? Что, конечно, меня лично успокаивает. Да, Ви у нас ведь борец. Именно так, о да. Правда же? Только что мы с вами заглянули в песик город, чтобы немного проникнуться атмосферой и обликом этого района. Там людей избивают. Ну да, 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 есть такое. Это на самом деле не гостеприимное место. Да, да, да. Во время экскурсии мы услышали речь полковника Курта Хансена. Кто он такой? Судя по всему, он опасный тип. Ой, да пошел он. Простите, не надо было так говорить. Это из меня Джонни лезет. Да ничего страшного. Прям лезет. Зато подтянуло на это, да? В общем, он тоже бывший военный. Жестокий, властолюбивый, манипулятор. Джонни его не любит. Я это заметила. Это то место, где могли появились такие люди. Ну да, давайте вернемся назад и обсудим лучше Джонни. А не этого мерзавца по имени полковник Курт Хансен. Не знаю, как ему и игрокам Джонни нравится. Что странно, ведь для него есть свое мнение и неправильное, и правильное. Он категоричен. Вы видели это в основной кампании Киберпанка. Но узнав его ближе, мы понимаем, что он совсем другой человек. О, именно этим он и хорош, он прямолинеен. Он любит поворчать, но у него есть также на это свои причины. Его использовали, над ним издевались, а потом бросили. Мне кажется, под его жестоким панцирем скрывается ранимая душа. И это очень здорово, потому что играть такого персонажа можно совершенно по-разному. Диапазон поистине огромен. Игрокам будет интересно, ведь они увидят эти моменты через флешбеки. Смотришь их и понимаешь, что он продукт своего воспитания и среды, в которой вырос. Ну, не будем увлекаться. Иначе мы начнем обсуждать, что сильнее природа или воспитание. Простите, опять я вошел в образ Джонни. Так вот, мне нравится. Мне нравится его гнев, его темперамент. Мне нравятся его принципы. Он просто жаждет справедливости. И мне нравится, как он выражает себя в музыке. Ведь он еще и талантливый артист. И мне досталось отличные монологи. В общении с Джонни есть много мелких нюансов, моментов, на которые он забавно реагирует. Покажешь ему средний палец, он тебе в ответ два. Обожаю такие моменты. Крутой. Другая интересная линия. Раскрывающий его характер в призрачном гонщике. Чего? В призрачном гонщике? Где раскрывает? А, в призрачной свободе. О, гребзи. Перепутал. В призрачной свободе. Это отношение с Соломоном Ридом. Что скажете об отношении Джонни с персонажем Индриса Эльбы? Думаю, у Соломона есть что-то. Общее с Джонни. Он тоже бывший военный. Его тоже использовали, над ним издевались. Все сказано в названии игры, верно? Они сражаются за свободу. Соломон пытается вернуть свою жизнь, понимаете? Джонни занимается тем же. Но это ведь Киберпанк 2077. История, начавшаяся с мести. Может, ей же и закончится. Мне кажется, он иногда понимает, что борется с ветряными мельницами. Я бы сказал, Соломон сейчас живет словно отшельник пустыни. Правда же? Прячется и строит планы. Да, да. Но в его характере тоже есть и мягкие, и жестокие черты. Вы очень хорошо знакомы с жанром триллеров, поскольку часто снимали с них. Как по-вашему, что делает призрачную свободу хорошим шпионским триллером? Попытку разобраться в происходящем. А здесь собираются данные по крупицам. А здесь есть интриги, предательства. Попытки отличить ложь от правды. Понять, кому можно доверять, а доверять нельзя никому. Все это здесь хорошо ощущается. Огромное спасибо, что заглянули на еще одну презентацию Xbox. У нас много поклонников среди сообщества Xbox. Я смело могу поблагодарить вас от имени их, что вы пришли к нам в гости. Вам спасибо. Для меня это большая честь. Но прежде чем попрощаться... Прежде чем попрощаться к Киану, я вас кое о чем попрошу. Скажите, как бы сейчас завершил нашу беседу Джонни Силверхэнд? Ну, он бы сделал это просто. Что ж, Тина, рад знакомству. А, значит, Джонни сказал бы так? Ага. Что ж, спасибо, Джонни, очень-очень рад. Как здорово, что вы с нами. Я думал, вы сейчас опрокинете камеру. Нет, что вы, что вы. Он очень вежливый. Вы просто золото. О, спасибо, вы тоже. Ага, и мы с вами скоро снова увидимся. Да, ну, знаете, такой Киана Ривз здесь в интервью такой скромняга был. Ему очень нравится образ, да, самого Силверхэнда. Он прям вжился. А почему? Потому что он такой же любитель, как и рок-музыки, да? Здесь, наверное, такой образ Джонни Силверхэнда. Это само образ двойник, возможно, чем-то даже не отдаленно, а приближенно, самого Киана Ривза. Итак, какая новая здесь фишка, о котором я узнал? Возможно, вы знали, нет. Вот. Вот это вот наш антигерой, полковник военный, да? О котором я не знал. Не знал, но теперь буду знать, с кем мы будем в основном. Под предварительством, кого будут против нас сражаться. Это наш антигерой. Ну, и один из героев положительных. Здесь есть тоже, я так понял, бывший военный. Да, но он не афроамериканец, такой, где-то его найти. Который сражается, вот он. Который сражается за свободу Либерди. Ну, соответственно, и называется призрачная свобода. Вот такое вот интересное, кстати, было интервью. Для меня это было интересно. Посмотреть на физиономию Киана Ривза. Что-то новенькое узнать, что-то посмотреть. Следующая новость. Разработчик Cyberpunk 2077, а именно CD Projekt, говорит, что ненавидеть игру стало круто. Начало статьи пропущу, а начну вот отсюда. Когда геймеры получили в свои руки эти копии Cyberpunk 2077, ну, цифровые копии самой игру, началась негативная реакция. Но вице-президент CD Projekt'а, по связям с общественностью и коммуникациям, считает, что негатив можно отнести к тенденциям. Да, и это правда, Ривза. Есть такая, как волна хайпа. Кто-то ее понес, и на волне хайпа... Просто, знаете, как сказать, тупо кто-то хочет просмотров. Кто-то хочет известности. И на волне это и начинают повторять какую-то негативную, либо положительную новость. Какие тенденции есть? Что он говорит по этому поводу? «Я действительно считаю, что Cyberpunk при запуске был намного лучше, чем он был получен. И даже первые отзывы были положительными», сказал Михаил Платков-Гелевский. Потом стало круто не любить ее. Мы очень быстро превратились из героя в ноль. Это был тяжелый момент. Мы не знали, что происходит. Мы знали, что игра отличная. Да, мы можем ее улучшить. Да, нам нужно время, чтобы сделать это. И нам нужно восстановить кое-что. Это заняло у нас много времени. Но я не верю, что мы когда-либо были сломаны. Мы всегда говорили, делай. Давайте сделаем это. Ну, здесь ремарочка, ребзя. Я когда прошел эту игру, у меня там наиграно более 100 часов, наверное, или 200 плюс часов. Надо в стиме глянуть. Там было пару моментов, когда игра зависала. Ну, извините, не зависала даже. Она вылетов, ни одного вылета не было. Может, где-то один был. На скидку не помню. Был момент, когда я не мог просто тупо выйти из комнаты. Какой-то персонаж, Джонни, по-моему, оставил свой чемодан. И я из-за чемодана, это как хитбокс был, не мог выйти просто из комнаты. Но я перепрыгнул и пошел дальше. Это такой вот, какой запоминающийся момент. Но это как и смешной, может быть, момент в воспоминаниях. А чтобы критичные были какие-то критические ошибки в игре, у меня такого не было. Скорее всего, это были на приставках, такие как PlayStation и Xbox были. Поэтому эту игру и убрали тогда, да, из продаж на PlayStation. А так, очень положительные эмоции об игре были. Где бы вы сейчас не находились, Cyberpunk 2077, его запуск был беспорядком. Рецензенты, получившие ранний доступ, играли на высокопроизводительных ПК-версии, в которых были значительно меньше ошибок. Ну, я, кстати, на ПК-версии играл. Но у меня Ryzen 5 3600 бокс и видеокарта RTX 2070 Super. Десятая винда. Может, это как-то и сыграло свою роль. Однако игроки последнего поколения столкнулись со стенами, ломающих игру ошибок и визуальных проблем. Ну, а визуальные проблемы, эти же, это как, знаете, мемчики. Какие-то, если не будет каких-либо багов в игре, это будет не та игра, которая бы вам запоминалась. Она запоминается эмоционально, она запоминается музыкой, сюжетом, геймплеем, да. Но есть такие моменты, да, какие-то смешные. Не в диалогах, а там, как в Скайриме, допустим, летающий слон, там, мамон, да, он взлетел. Или там пропадающие в какой-то момент персонажи, NPC. Какие-то такие моменты, они запоминаются. Это не критично. Это должно присутствовать, наверное, в игре. Ну, это делает такое, знаете, как какое-то... Да, вот блогеры, когда снимают игру, они ищут какие-то смешные моменты или какие-то моменты, которые не присущи игре, считая их ошибками. Да, это ошибки. Они не критичные. Но они выводят игру в какую-то плоскость мемов, да. Мемов, триггеры такие ставят об игре, потому что ты запоминаешь... С этими моментами ты запоминаешь эту игру. И ты возвращаешься, чтобы их опять почувствовать, чтобы их увидеть опять. Не только там эмоционально и визуально, и какое-то перепрохождение. Не только это доставляет удовольствие, но разнообразные спектры. Итак, Sony сняла игру с витрин через 8 дней после запуска, предложив возмещение всем, кто уже приобрел ее. Вот если бы так было со всеми играми, не только на PlayStation, но и с играми в Steam и в Epic Games, когда ты наиграл там 10 часов, чтобы возвращали игры. Действительно, за плохие игры. Этого не всегда происходит. Обычно PlayStation даже не позволяет вам возвращать деньги за игры, да. Если вы нажмете кнопку загрузки. Из-за ошибок гениталии прорезались сквозь штаны. Так, это пропускаем. Плохие слова не будем. Ну, это ошибка, какие машины врезали за... Да, это то, что я говорил. О чем... Какие образы воспоминания вплывают в голове после каких-то ошибок? Но это не критично. Однако, Платков Гелевский хочет вернуть доверие геймеров и лично недоволен тем, как все обернулось. Он надеется, что новое расширение, которое также пересматривает базовую игру, компенсирует этот запуск через 3 года после факта самого выхода игры и каких-то ошибок, благодаря чему Cyberpunk 2077 оправдает почти десятилетние обещания. Это говорится о перезапуске, о пересмотре игры. Глоток новой надежды, наверное, я назову это с расширением призрачная свобода. Но цена ее, конечно... Цена ее, конечно же, как... Ну, Индии, игра, да. Это как недополнение, а цена очень крутая. Я бы сказал, для DLC. Но будем видеть, будем смотреть, что из этого получится. Я надеюсь, что поработали над своими ошибками. Хотя там не особо критично были. Я имею в виду, наверное, все-таки движок там облезали. Игру вылезали. Будут ошибки, но какие-то мелкие. Мелкие баги для мелких башков. На этом, ребяки, все. С вами был Макс. Вы на канале Mavic Games. Не забывайте подписываться, оставлять свои комментарии и мнения. Мне будет интересно читать. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok